Будущее, о котором еще совсем недавно говорили писатели-фантасты и голливудские мастера спецэффектов, похоже, уже наступает. На смену обычным плоским изображениям приходят трехмерные. В Москве открылась выставка «Магия света», где посетители могут увидеть оптические иллюзии и даже целые художественные коллекции. В мир современной голографии погрузился и наш корреспондент Максим Прихода. Эти экспонаты рушат всякое представление о реальности. Здесь главное не верить собственным глазам. Смотрите, это так называемый Гранд Мираж или Мироскоп. Можно попробовать взять вишенку и лимончик, но увидят, что на самом деле их здесь нет. Выставка называется «Магия света». Три этажа миражей, голограммы оптических иллюзий. А здесь настоящее чудо. В этом маленьком темном зале собрали десятки уникальных экспонатов из лучших музеев мира. Сердце выставки – это коллекция так называемых оптоклонов. Это удивительно точные копии известных мировых реликвий. Среди них древнейшие греческие иконы и коллекция яиц Фаберже. Если правильно поставить свет, отличить от оригинала будет практически невозможно. Кажется, можно протянуть руку и дотронуться до драгоценного артефакта. Но пальцы тут же упрутся в стеклянную пластинку. Опять обман зрения. Стоит взглянуть сбоку, как изображение начинает плыть. Хотя в остальном детализация стопроцентная. Это позволяет уникальные объекты показать широкому зрителю без особого риска. Сейчас уже востребовано Британским музеем, Музеем Византийского искусства, Музеем Фаберже. Надеюсь, это будет в Эрмитаже и в Кремлевских музеях. В некоторые картины, кажется, можно нырнуть с головой. И этот удивительный 3D-эффект научились применять в самых разных отраслях. С помощью голограммы можно наглядно объяснить, как взаимодействуют различные системы человеческого организма. Вот отсюда, например, хорошо видны мышцы. Если немного изменить угол обзора, станет понятно, к каким костям они крепятся. Ну а с третьей точки уже хорошо видна лимфатическая система и внутренние органы. Такая иллюстрация, наверное, сильно упростила бы жизнь студентам-медикам. А вот 3D-изображение, сконструированное по данным МРТ. Доктору теперь не нужно возиться с двумя десятками фотографий. Любой орган можно внимательно изучить со всех сторон. Трёхмерные изображения вообще имеют очень широкий спектр применения. Например, с помощью данных со спутника можно создать объёмную карту местности. А это уже технология двойного назначения. Данная технология уже используется в военной промышленности, например, для планирования операции с учётом, опять же, карты высот. То есть для более точного планирования операции на местности. Благодаря голографии можно заглянуть даже под землю. Схема конкретного участка земной коры в разрезе будет полезна тем, кто исследует месторождение нефти и газа. Главное, что для полноценного использования голограмм не нужно электричество. Ими можно пользоваться как обычными бумажными картами или планами. Эта голограмма с разных сторон показывает разные уровни здания. То есть на каждой точке вы будете видеть определённый этаж. Для людей, которые занимаются строительством и проводкой всех проводов и труб, это будет очень удобно. Если уже сегодня голографические технологии используют так широко, то чего ждать дальше? Учёные уверяют, совсем скоро у всех будут телевизоры, способные воспроизводить ультрареалистичное объёмное видео. А в Скайпе нечёткую картинку с веб-камерой заменит полноценная 3D-проекция. В общем, всё в лучших традициях научной фантастики. Максим Приходов, Юрий Тюнев, Никита Дмитров, РЕН-ТВ.